Друзья, привет! Сегодня у нас опять ООН, но не Совет Безопасности и даже не Генеральная Ассамблея, а Первый Комитет. Для простоты понимания, если очень упростить, то Первый Комитет это Оружейный Комитет. Все, что связано с оружием массового поражения, с разоружением, это все туда, в Первый Комитет. И сейчас там разгораются очень жаркие дебаты. Дело в том, что мир трещит по швам. Вот это новость, да? Открытая конфронтация ядерных держав, появление новых ядерных держав, разрыв соглашений, несоблюдение соглашений, по сути бесконтрольное перемещение оружия по миру. Все это не прибавляет нам безопасности, как человечеству, да? Плюс не стоит забывать про биолаборатории, которые натыканы по всему миру и которые являются огромным раздражителем для мирового сообщества. Потому что эти лаборатории потенциально могут быть использованы для разработки биологического оружия, массового поражения. И это тоже огромный раздражитель для мирового сообщества. Сколько бы там ни смеялись либерахи над боевыми комарами, да? Мировое сообщество серьезно смотрит на эту тему. И именно это стоит на повестке дня Первого Комитета. Начнем с самой миролюбивой страны в мире. Американцы. Чтобы добиться успеха, наши действия должны быть состыкованы с нашими делами. Российская Федерация продолжает вести незаконную ужасную войну в Украине. И отвергает необъяснимым образом фундаментальные постулаты международной безопасности. Необъяснимым образом. Вот сидят там американцы, да? Голову чешут. И никак не могут найти какого-то объяснения. Почему так происходит? Что бы ни происходило, на ядерные державы возложена обязанность взаимодействовать друг с другом, чтобы разрабатывать практические меры, позволяющие справиться с ядерными рисками, не допустить гонки вооружения. Прилагаются усилия. Они тем более критичны, поскольку сейчас уже надвигаются условия после 1926 года, и ничто не ограничивает арсеналы трёх ядерных держав. В свою очередь КНР ведёт нетранспарентное наращивание ядерной мощи. Это подрывает стабильность опасным образом. Свидетельствует о том, что КНР не заинтересована в субстантивном обсуждении стратегической стабильности и ядерного риска. В этой связи КНР ещё должна признать действия, которые свидетельствуют об ответственном поведении, причём не на словах. Иран продолжает свою ядерную действию, препятствует проверке МАГАТЭ. Также Северная Корея осуществляет ядерную ракетную программу. Это представляет растущую грозу международному миру и безопасности, а также глобальному режиму нераспространения. И продолжается деятельность по торговле оружием между Россией и КНР. Это также лишь подрывает этот режим. Необходимо демонстрировать транспарентность. И вот знаете, если не знать контекста, то можно даже подумать, что в её речи есть здравое зерно, ведь это действительно подрывает международную безопасность. Но она забывает уточнить одну маленькую деталь. Это ответные действия стран. Всё, что она перечислила, это ответные действия. Она забыла сказать, что это американские базы, растыканные по всему миру. Она забыла сказать, что это НАТО, приближается к российским границам. Она забыла сказать, что это американские ядерные подводные лодки плавают возле Китая. Она забыла сказать, что это Соединённые Штаты угрожают Ирану. Ах, да, ещё она забыла сказать, что это американцы поставляют оружие практически в каждую горячую точку на планете. Вот если всё это забыть, то да, у неё в принципе достаточно нормальная, адекватная речь. И ещё один момент она, кстати, забыла сказать. Раньше джинсовки считались американскими куртками, но теперь они русские. Что, спросите вы? Небольшая реклама. А хотите ещё раз попрощаться с Америкой? И в этот раз вы сможете им помахать уже обеими руками. Любители лучших в мире джинсов и слаксов из настоящего органического хлопка пару лет назад с радостью встретили нашу невероятную коллекцию из 15 различных цветов и с лёгким сердцем помахали нашим заклятым друзьям рукой. Но сегодня ваш любимый русский бренд Великорос превзошёл все ваши ожидания. Плачьте, американцы, вместе с гиперзвуковым оружием, которое вам уже никогда не создать без черчежей, украденных у вас для Путина русскими туристами. Ваша американская классика, джинсовые куртки, те самые любимые всем миром джинсовки, отныне вам тоже не принадлежат. По секретному заданию главного Великороса, самый патриотический русский бренд разработал собственные уникальные лекала и создал удивительно стильные и комфортные джинсовые куртки невероятного качества. Всё так же в 15 цветах на любой вкус. И если Великорос предыдущую свою коллекцию джинсов и слаксов разработал исключительно для настоящих мужчин, то эти джинсовые куртки обладают совершенно чудесными свойствами, которые сумели оценить даже наши прекрасные женщины. Отныне каждый русский человек сможет подчеркнуть свою индивидуальность и показать всему миру, что такое истинный стиль. Ощутите эту колоссальную разницу между нашими вещами и популярными западными моделями, и ваши светлые патриотические чувства уже никогда не угаснут. Команда талантливых дизайнеров Великороса сумела вложить в каждую деталь, от фурнитуры до кожаных бирок, неповторимую частицу вечно живой русской души. Добро пожаловать в фирменные магазины Великорос в Москве и Санкт-Петербурге, или же просто переходите на сайт по ссылке в описании. Одевайте себя и близких с ног до головы только в вещи нашего легендарного бренда, и будьте счастливы! Ну а теперь, друзья, предлагаю посмотреть, послушать выступление нашего дипломата. И знаете, что тут еще важно? Это не просто какой-то одинокий голос в пустыне. С позиции России согласны практически все страны глобального большинства. Со времени прошлогодней сессии Первого комитета поводов для оптимизма в отношении ситуации в области международной безопасности не прибавилось. Накопленный и вовремя некупированный конфликтный потенциал уже привел к острому кризису в Евроатлантике и грозит перерасти в прямую конфронтацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Непосредственная вовлеченность в противостоянии государств, обладающих ядерными арсеналами, кратно умножает стратегические риски. Корень усугубляющихся противоречий кроется прежде всего в агрессивной реализации странами Запада, во главе с США, своих узкокорыстных устремлений в ущерб интересам других государств. В основе этого беспардонного курса неуемная тяга Вашингтона к безраздельному глобальному доминированию и его попытке подорвать формирование более справедливого многополярного мироустройства. Те подлинно суверенные государства, которые твердо оппонируют диктату Запада, подвергаются демонизации и гибридному либо открытому силовому давлению. США и их союзники демонстрируют вопиющую нетерпимость к инакомыслию, пытаются в нарушении устава ООН указывать другим государствам, как нужно себя вести. Для закрепления собственной гегемонии они упорно стремятся заменить международное право неким удобным для них порядком, основанным на правилах. Фактически речь идет о попытках узурпировать формирование глобальной повестки дня по всем ее аспектам, включая контроль над вооружениями, разоружения и нераспространения. Грубо поправ принцип равной и неделимой безопасности, ведомый США блок НАТО предпринял вредоносную экспансию на постсоветское пространство, вынудив нашу страну принять необходимые меры по защите внешнего контура безопасности. При этом Запад продолжает повышать ставки, опасно балансируя на грани прямого вооруженного конфликта ядерных держав. Вызывает глубокую тревогу потенциальная эскалация в результате реализации США планов по развертыванию вооружений, которые ранее были запрещены по денонсированному Вашингтонам договору о РСМД. Нельзя исключать и дальнейшего негативного развития событий вокруг договора о стратегических наступательных вооружениях, действие которого приостановлено вследствие деструктивной политики США. Вашингтон явно способен и на другие дестабилизирующие шаги под лозунгами о стремлении нанести нашей стране стратегическое поражение и обеспечить так называемое двойное ядерное сдерживание России и Китая. В таких обстоятельствах еще очевиднее контрпродуктивность идей о немедленном и полном запрете ядерного оружия либо о волюнтаристском установлении сроков для выхода на ядерный ноль. Убеждены, что прогресса в деле ядерного разоружения можно добиться только на основе поэтапных и консенсусных шагов при последовательной работе по оздоровлению военно-политического климата и уважении интересов безопасности всех сторон. Для этого необходимо радикально понизить уровень конфликтного потенциала во взаимоотношениях между крупными военными державами и обеспечить давно назревшие обновления архитектуры международной безопасности. Такая работа должна осуществляться комплексно, учитывать всю совокупность факторов и включать усилия по устранению первопричин коренных противоречий между ядерными государствами в области безопасности. Уважаемый господин председатель, в результате запредельной политизации повестки дня ОСХО государством-участникам Конвенции о запрещении химического оружия не удается согласовать рекомендации по итогам вот уже двух обзорных циклов функционирования Конвенции. Все это ведет к неизбежному разрушению режима Конвенции о запрещении химического оружия, наносит непоправимый ущерб работе и репутации организации. В контексте выполнения обязательств по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия требует внимания факты реализации военно-биологической программы США на Украине, осуществляя его при поддержке Пентагона и аффилированных с ним структур. Нуждаются в урегулировании обоснованные вопросы, официально поставленные Россией в связи с данной, осуществлявшейся в нарушении КБТО военно-биологической деятельностью. Кстати, насчет вопросов к Соединенным Штатам. Они тоже звучали в Первом Комитете, правда, на другом заседании. Вот они. Мы хотим получить ответ на вопрос, чем объясняется необходимость централизации, коллекции и передачи в США штаммов опасных патогенов, выделенных на территории Украины, как это предусмотрено статьей 4 Соглашение о сотрудничестве в области предотвращения распространения патогенов, технологий и знаний, которые могут быть использованы при разработке биологического оружия 2005 года. Мы хотим также получить ответ на вопрос, чем обусловлено придание результатам работ, полученных в рамках реализации на Украине программы уменьшения угрозы, ограниченного и закрытого характера, как данное требование, регламентируемое соглашением 2005 года, способствует обеспечению транспарентности и укреплению доверия в рамках КБТО. Мы хотим получить ответ, какие показатели в области общественного здравоохранения за последние 10-15 лет улучшились благодаря помощи США на Украине. Стала ли санитарно-эпидемиологическая обстановка на Украине в результате взаимодействия с США лучше? Снизилась ли инфекционная заболеваемость? Увеличился ли охват иммунизацией? Стало ли доступнее тестирование на инфекции? Появилось ли больше специалистов-эпидемиологов, микробиологов, санитарных врачей? Появились ли новые разработки тестов, вакцин? Улучшился ли учет инфекционной заболеваемости? То, что мы видим на Украине, никак не соотносится с мирной биологической деятельностью. Стоит ли говорить, что Соединенные Штаты не могут ответить ни на один из поставленных вопросов? Ну ладно, вернемся к общим прениям. Назрела необходимость укрепления механизма генсекретаря ООН по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров направил 14 июня генсекретарю ООН послание с призывом организовать обзор действующих принципов и процедур механизма генсекретаря на предмет их объективно назревшего обновления. Целая группа стран поддержала данную идею. Ряд государств передал аналогичное обращение Антонио Гутеррошу. Рассчитываем, что он безотлагательно приступит к соответствующему обзору с помощью экспертов-консультантов и с учетом предложений государств-членов. Уважаемый господин председатель, Россия на протяжении десятилетий выступает за сохранение космоса в качестве пространства для исключительно мирной деятельности на равноправной основе на благо всего человечества. Рассчитываем, что созданная резолюцией Генассамблеи ООН 77-250 группа правительственных экспертов по ПГВК достигнет содержательных результатов и тем самым будет способствовать разработке юридически обязывающего инструмента по ПГВК и предотвращению размещения оружия в космосе. Вносим на рассмотрение Первого комитета проекты резолюций по неразмещению первыми оружия в космосе, мерам транспарентности и укрепления доверия в космической деятельности, а также дальнейшим практическим мерам по ПГВК. Рассчитываем на их максимальную поддержку и соавторство. Намерены также внести проект традиционной резолюции по международной информационной безопасности. Наш документ отражает итоги деятельности в этом году рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования ЕКТ и самих ЕКТ, а также создания глобального межправительственного реестра контактных пунктов по обмену информацией о компьютерных атаках и инцидентах. Призываем поддержать нашу инициативу и войти в число ее соавторов. Уважаемый господин председатель, вынуждены вновь поднять вопрос о недобросовестном выполнении американской стороной своих обязательств по выдаче виз членам делегаций, направляющимся на мероприятия по линии ООН. Такая практика недопустима и является грубым нарушением международно-правовых обязательств США. Требуем незамедлительного запуска процедуры арбитража в отношении страны пребывания штаб-квартиры ООН. Ситуация вопиющая, так как в запрошенные сроки не выданы визы тем членам нашей делегации, которые должны участвовать в том числе во встрече экспертов стран ядерной пятерки, организуемой Россией в качестве координатора на полях Первого комитета. Рассматриваем действия США, ведущие к срыву данной встречи, как попытку подорвать российское председательство в данном международном формате. Благодарю за внимание. Это была общая позиция России по этим вопросам. А теперь по каждой из озвученных тем будет отдельное заседание Первого комитета. Я буду следить, что там происходит. Если будет что-то интересное, то буду делать обзоры. Если вам эти темы интересны, то подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите обязательно комментарии, подписывайтесь на телеграм-канал. Ну и если хотите поддержать меня финансово или получить доступ к эксклюзивному контенту, закрытому контенту, который я сейчас публикую регулярно, то можете подписаться на Бусти. Буду очень благодарен и рад вас там видеть. Ну а сейчас у меня на этом все. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok